всем привет с вами Тималика Бро и сегодня мы наконец-таки продолжаем строить наш пуллбэк багги на пуллбэк моторах в прошлом серии мы остановились на том мы сделали задний мост но я опять вон всю задний мост закончили делать и сделали часть рамы заднюю подвеску короче я сначала объясню все что изменилось изменилось тут я поставил сюда жесткие амортизаторы вместо мягких так мягкие пригодились для кое-что другого сейчас покажу также я здесь усилил вот так конструкцию полуфтарными на 5 вот такими уголками вот такими полу буш также наш красный пин вот это вот это фиолька она вот здесь вот так вот стоит и держит буш на пинг также вроде как вот здесь усилил балками на 5 ну и по изменениям вроде вот здесь все и покажу что я сделал я сделал за кадром такой передний мост он очень простой но я запарился его делать сама вот это вот часть вот эта вот часть она сделана благодаря вот этому вот ролику на превью не обращайте внимание я не умею подвели делать я сюда поставил мягкие амортизаторы и планирую как-то всю конструкцию совместить как-то вот так но это будет сложно здесь вот такая мини рамка также стоит вот эти наши 75 колеса очень крутая подвеска передняя я вот что заметил у нас абсолютно одинаково получились вот колеса так же теперь можем приступать давайте я для начала попробую мы попробуем как нему тебя прицепить сюда передний наш мост и желательно под наклоном небольшим для этого может быть придется хотя я не очень хочу менять вот эту балку на девять так как я не знаю как по другому сделать тут такой скотик но можно попытаться просто балку немного сместить теперь нам нужно как-то установить вот этот мост и не хочу слишком сильно наклонять ну как мы сделаем все таки хотя может быть тоже не буду наклонилась просто вставлю вот так да скорее всего так и будет и нам сейчас придется очень долго мучиться чтобы что-то так же у меня есть план поставить сюда рамку 5 на 7 и давайте попробуем вот откопала я свою рамку и попытаемся ее как-то вот сюда поставить в принципе в принципе что-то то можно сделать и также попытаться установить нашу самую балку берем такие силовые коннекторы делаем такую конструкцию и и ставим ее вот сюда к рамке и далее делаем вот так теперь я хочу немножко усилить ее вот эту всю рамку и ставлю сюда пины на 3 и на 2 и берем для начала вот такие вот булшина пин а вот о чем я и хотел сказать что у нас будет вот так все время слетать если мы с другой стороны не закрепим ну короче берем балку на 5 также я планирую сделать двигатель поставить движок нужно в образный двигатель все детали есть но я что мне уже лень делать давай сюда на помощь стоит теперь у нас очень крепая конструкция получилась и лошадь мы можем вот сюда вот так вот установить может быть даже сможем сделать наклон как-то в первой серии если не ошибаюсь я хотел я во второй серии я хотел сделать наклон вот такой и я думаю что будет у нас вот такую 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 не будет точнее совсем но благодаря амортизатором у нас получился довольно большой наклон тут нам придется ща немного повозиться и попытаться как-то повозиться и повозиться и повозиться и И попытаемся вот так вот сюда установить ее. Как я не знаю. Я придумал как установить ее. Нам нужно переставить этот пин, чтобы получилась вот такая конструкция. И далее нам нужно вот так вот установить. Но это будет сложно сделать. И не уверен, что возможно. О, мне какие-то сообщения приходят. Мне кажется, что тут что-то не очень тут складывается. Ого! Ребят, посмотрите, прям видно, как рамка изгибается прямо. Так, походу нам нужно ее сейчас... Блин, тут очень крепко держится даже, ребят. Смотрите, вообще без капельки люфта. У нас получилась бы очень крутая подвеска. Я, может быть, так и оставлю, но я за рамку свою боюсь. Хотя китайское лего, оно очень часто прям просто... Ну, вот такой вот. А вот это оригинально, это Макларен. Ну, то не вот такой вот... А... Вот такой вот. Гибкая. Ну и... Рамка, в принципе, спасает дело. Ребят, тут даже задние амортизаторы срабатывают. Ну, в принципе, даже очень круто получается. Видимо, не показалось или... Ах, не, показалось. Интересно, почему тут ни одного малейшего люфта нету? Интересно. По сути, на этом пене, хоть он и с трением, должна вот так двигаться вся эта конструкция. Ну, не, не, не несусь. Воздухом подавился. Также у меня появилось с лего набора 42-111. Куча этих панелей. Вот такие панели. Вот такие панели. И вот такие вот панели. 2 на 3. 3 на 11. Ну, эти 5 на 11. Также появились две... Ну, вот такие появились. Которых мне как-то не хватало. Ну, и еще появились вот такие. В принципе, нормально, но мне не нравится вот этот наклон. И вот это вот как рамка тут сделала. Очень мне нравится почему-то. Вот так, вот что я говорил вам. Вот так должен был быть люфт. Крутая тачка. Нет, боюсь, сломать уже. Все. Так. Ну, сюда мы можем установить. Так. Тут у меня стоят обычные черные пины. Плотя как. Да. О, идеально вытащилась. И я хочу поставить туда голубые пины на 3. Так же установлю вот эти вот всего они. и так же нам нужна балка на 15. А, у меня балка на 15 в черном свете больше нет. Ребята, это кайф. Это прям кайфово, я вам скажу. Вот сейчас я поставлю камеру, покажу, как там все работает. Вот как подвеска. Я даже думаю поставить потом сюда жесткие амортизаторы на переднюю подвеску. Думаю, пора уже заканчивать скоро. Эй, я... Она слишком мягкая. Может быть, все-таки поставлю сюда жесткие амортизаторы, но нафиг его знают. А, кстати, то, что я про панели говорил ранее. Я не знаю, под каких цветах я буду делать все это. Но, может быть, в лаймовых. Так, у меня есть всякие вот такие вот лаймовые панельки. Сейчас их как раз и достану. А также, наверное, буду делать в лаймово-голубом. Вот так же у меня голубых не очень-то и много. Я возьму отсюда абсолютно все свои панели голубого цвета. Панельки. Из-за этого должны будем какое-то сделать прикольный. Я же не знаю, что. Что прикольное? Ну, давайте это будем делать в следующей серии. Ладно, ребят, всем пока смотрите на лего-бород. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Вот что у нас получилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok